Приветствую вас, трудно не согласиться с моим коллегой, который все довольно-таки кратко и по делу вам написал, относительно вашей проблемы и, в общем-то, именно к его мнению, к его точке зрения, добавить что-либо сложно. Но, дабы не повторяться, я хотел бы зайти немножечко с другого угла и сказать вам так. Ну, вот смотрите, у вас есть два ребенка, один старший, другой, соответственно, младший. И так случилось, что, значит, отец старшей девочки, он не с ней. О том, что мужчина, с которым вы живете, не ее настоящая отец, она не знает. И, соответственно, возникают некоторые проблемы в том, как она воспринимает отца, как она воспринимает себя по отношению к своей сестре и так далее. На самом деле, это очень-очень большая проблема, на мой взгляд. Потому что вы, помимо того, что написали, как бы оставили между строк, то, что ваш муж любит младшую дочь больше, чем старше. И связано это со многими аспектами. Это не только в том дело, что она, например, ему не родна. Хоть дело еще и в том, что она просто старше, и она это чувствует. Вот почему, в чем основная беда. Ваша дочь старшая чувствует, что ее любят не так, как любит, например, младший отец. Она не может этого не чувствовать. И, по моему мнению, в этом и заключается главная проблема. Она видит разницу в отношении к себе, разницу в отношении к себе и в отношении к своей сестре. И именно поэтому она такая непослушная, именно поэтому она ноет, именно поэтому она пытается постоянно что-то там кому-то доказать, что-то и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, обманная проблема заключается именно в этом. И, чтобы данную проблему разрешить, вам необходимо сперва постараться как минимум до своей дочери донести тот важный момент, что вы любите ее так же, как и младший. Вам нужно поговорить с отцом, то есть с вашим мужем, чтобы с ним вместе выработать единую линию поведения по отношению к детям. Почему, например, муж отказывается от своих слов в контексте собачки? Это предательство по отношению к дочери, именно так она это воспринимает, как предательство. И она не понимает, почему к ней относятся именно так. Она чувствует, ну, опять же, вот как вы описали, вот если я правильно понял то, что вы описали. Она чувствует, что что-то не так. Она чувствует, что нет, но это все не так. Отсюда с ее поведением. По сути это крик о том, что я хочу столько внимания, сколько и, например, моя молодшая сестра, ну, допустим, допустим. Не обязательно это слишком буквально понимать, но тем не менее, тем не менее. То есть я хочу, чтобы вы на этот момент обратите внимание, как отец относится к своим, ну, к девочкам, да, к своей дочери и к вашей дочери. Как вы относитесь к своей дочери старше и к своей дочери младше. Это вот все очень важные моменты, о которых вам в обязательном просто порядке нужно думать. Потому что если вы не скорректируете свое поведение сейчас, вам будет все сложнее и сложнее удерживать какой-то, ну, даже маломальский контроль над своей дочерью. Потому что она будет чувствовать, что ее любит меньше. Здесь и стандартная ревность к младшему брату, сестре примешивается и разница вот в отношении. Ну, опять же, мне так, вот, как вы написали, мне так показало. Ну, в основном же я хотел бы поддержать своего коллегу и сказать о том, что, ну, действительно, вы говорите о том, что хотите, чтобы у девочки была ответственность за себя, но при этом вы постоянно ее выругаете, постоянно говорите, что нужно делать, постоянно ее указываете, постоянно корректируете ее. Ну, и тогда это не есть хорошо, это не есть правильно, потому что если ребенок хочет, например, заниматься, вот как у вас, заниматься гимнастикой, заниматься видом спорта, то нет ничего удивительного в том, что ей не только спорт хочется, но ей хочется и сладко, сладко. Это нормально. Не нормально то, что она не понимает, что есть что-то одно в данном аспекте. Либо спорт, либо, значит, сладко, ну, по крайней мере, в том объеме, в каком вот она хочет его есть. То есть понятно, что если вес соответствует, то можно там и булочку съесть, можно там и гладкое съесть, что-то ничего страшного в этом нет. Если вес больше, то отверстия нельзя. Но! Ваша дочь этой разницы не понимает. Пока! Так здесь и правильно сказал мой коллега. Дайте ей делать так, как она хочет. Не заставляйте ее делать что-то против ее воли. Зачем? Вы видите, это ее ни к чему не приводит. Позволяйте ей быть тем, кем она является. Но при этом, при этом, сами не балуйте ее, не потакайте ее интересом, не потакайте ее капризом. Хочет есть булку? Пожалуйста, пусть едет. С другой стороны, ведь, откуда она берет, как там в столовой, она же покупает себе что-то, вы же сами ей даете деньги, получается. Вот. Ну и, вот, вы определите это для себя. Вот, например, что делать с деньгами. Либо вы не даете денег вообще, но это плохо. Либо вы даете ей деньги столько же, но не смотрится на то, как она их тратит. Если потом самой будет хуже, если потом самой будет тяжелее, пусть она это осознает. Пусть она осознает негативные стороны своих действий. Пусть она увидит сама вред от этих негативных действий. Так будет формироваться ее взгляды, ее интересы. Она ведь не хочет себе вредить, она и не будет себе вредить. Но важно, чтобы она сама к этому пришла, а не чтобы вы ее постоянно как бы направляли. Это вот нехорошо, на самом деле. Но это позволите ей быть самостоятельной в большей степени. Если вы хотите получить ее ответственности, нужно, чтобы человек делал то, что она хочет. И все. Несите зубы. Хорошо. Но потом будут эти зубы болеть. И, соответственно, зубная боль – это очень страшно. Пусть у нее зуб заболит. Пусть она его вылечит. Посмотрите, как она будет, например, это делать. А дальше? Если будет ей сладкое дальше или если не будет чистить зубы дальше, Скажите ей, что вы, например, лечить ее зубы не будете в следующий раз, если он заболел. И все. Предупреждайте ее, не потакайте ее копытом, но позволяйте ей быть самостоятельной, а как по-другому. Она у вас, может быть, и бунтует именно по этой причине. Что она не чувствует свободу. Она не чувствует, что она сама что-то делает. Понимаете? Если гимнастика – это ее выбор, то это выбор во всем. Это не только выбор в том, чтобы этим заниматься. Это выбор во всем. А выбор во всем – это значит образ жизни, питание, деятельность, работа о себе, здоровье и прочее. Поэтому сегодняшний пока не понимает. И не может понимать. А вы ей не даете. А все это все проблемы. Именно такой принцип, он, в принципе, касается и всех остальных ваших вопросов. Но, на мой взгляд, на проблеме заключается в том, что вот с отцов, вот такая ситуация, и с тем, что вот отношение к мрачей дочери какое? У нее, у старших. И у вас смутит какое отношение к мрачей. Вот. Ну и, как сказать, если она едет на соревнования, то же может быть, что она окажется в городе, где живет ее биологический отец. И может она смутит в солнце, и он к ней подойдет, начнет с ней общаться, она узнает, что он ее отец, и, собственно, будет неприятная ситуация. Поэтому этот момент тоже, ей нужно узнать, что у нее есть другой отец, хотя бы к тому, что, ну, как бы, это может всплыть, рано или поздно, и получше, если она узнает это от вас, чем от кого-то другого, и так далее, и так далее. Опять же, в таком случае, многие моменты для нее будут понятны. Ну, это очень важно решать, хотите сказать, хотите нет. Опять же, к вопросу о доверии, к вопросу об ответственности, если вы сегодня хотите, то сказать нужно. Пока у вас еще есть оправдание, что вы ей не говорили, что она была слишком маленькая и не поймете. Но очень скоро это оправдание уже не будет работать, и тогда с каждым днем ваше промедление относительно сокрытия правды, оно будет отдалять вас от своего ребенка. Но решать не вопрос вам, это чисто моральный выбор. Вот, ни духу ни думай, что это является психологической проблемой, как таковой. Вот, точки зрения психологии, проблемы, я вам описал, вам и не счастлив, что с этим делать. На этом все, надеюсь, что пап помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!